В этой теме рассматривается механизм системы контроля версии GIT. Для поиска отличий используется хэш SHA1. Мы его рассматривали. В итоге получается строка из 40 шестнадцатеричных символов 0.9 и AF. Эта строка вычисляется в GIT на основе содержимого файла или структуры каталога. SHA1 хэш выглядит примерно так. Видите, шестнадцатеричные числа, их 40. В своей базе данных GIT сохраняет все не по именам файлов, а по хэшам и их содержимого. То есть изменился один бит, один байт или часть файла, один файл, имя файла и хэш проекта изменился. Три части проекта в системе GIT. Первая это каталог GIT, это GIT directory. Фактически мы в нем работаем. Рабочий каталог Workworking Directory и область подготовленных файлов. Каталог GIT это место, где GIT хранит метаданные и базу данных объектов вашего проекта. Это наиболее важная часть системы GIT, а именно она копируется, когда вы клонируете репозиторий с другого компьютера. Рабочий каталог это извлеченная из базы копия определенной версии проекта. Эти файлы достаются из сжатой базы данных в каталоге GIT и перемещаются для диска для того, чтобы вы их просматривали и редактировали. Фактически в рабочем каталоге идет основная работа программиста, пользователя, оператора ВМ над проектом. Область подготовленных файлов. Это обычный файл. На самом деле это не область, не каталог, не набор файла. Это обычный файл, который хранится в каталоге GIT и содержит информацию о том, что должно войти в следующий коммент. Иногда его называют индексом, но в последнее время становится стандартом называть его областью подготовленных файлов staging area. Фактически область подготовленных файлов таким образом один общий файл. Часто можно слышать, как его называют просто индексом. Стандартный рабочий процесс в системе выглядит следующим образом. Вы вносите изменения файлов в своем рабочем каталоге. Добавляете новые файлы с программами, изменяете старые файлы с программами. Подготавливаете файлы, добавляя их слепки в область подготовленных файлов. делаете comment, который берет подготовленные файлы из индекса и перепомещает их в каталог gita на постоянное хранение. Итак, изменяете, они просто в измененном состоянии, подготавливаем файлы, они учитываются для изменения и делаете comment, который помещает их в каталог gita на постоянное хранение. Comment это значит какая-то версия проекта. Если рабочая версия файла совпадает с версией в каталоге gita, файл считается зафиксированным. Если файл изменен, но добавлен в области подготовленных файлов данных, он подготовлен. Если же файл изменился после выгрузки из базы данных, но не был подготовлен, он считается измененным. Идем снизу. Вы изменяете файл, это просто измененный файл, вы добавляете его в область подготовленных файлов для отправки, это подготовленный файл и отправляете comment, если он совпадает с версией, то он зафиксирован. Если нет, то в новой версии коммента он фиксируется как новый файл. Вот три стадии работы. Значит это локальная операция. Значит первое, значит в рабочем директории, в рабочей директории мы получаем версию проекта. Мы приходим на работу и с get directory репозитории стеллера получаем последнюю версию проекта, которую сделали программисты вчера вечером, к примеру, а мы, например, только что вышли из отпуска. После этого в рабочем директории, в working directory, мы изменяем файлы. Изменяем файлы, они неучтенные, давайте их учтем. Мы добавляем их в область подготовленных файлов, в индекс, stage files, это по-английски, и она у нас в области подготовленных файлов в staging area или в индексе посередине. Но это еще не все. В каталоге git, в директории git repository этой вещи нет. Она есть только у нас на локальном компьютере. После того, как мы все файлы, которые нужно, подготовили к отправке, добавили в область подготовленных файлов, мы делаем comment, и вуаля, у нас новая версия проекта, которая в нашем каталоге git, в нашем репозитории. Таким образом, у файла два состояния. Первое, это отслеживаем файлы, это те файлы, которые были в последнем слепке состояния проекта. Они могут быть неизмененными, измененными или подготовленными к комменту. Staged. Не отслеживаем файлы, это все остальное, любые файлы в вашем рабочем каталоге, которые не входили в ваш последний слепок состояния и не подготовлены к комменту. Если мы не добавляем файлы в область подготовленных файлов, они не учитываются ни в одной версии, это только ваши файлы, чисто воспомогательные, в проекте они не участвуют. Жизненный цикл состояния файла. Первый он untracked, неучтенный. Если мы его добавим в файл он unmodified или неизмененный, если удаляем, он опять неучтенный, untracked. Если дальше мы его редактируем, он измененный, modified и после этого мы должны добавить его в область подготовленных файлов. Staged. После того, как мы этот файл отправляем на сервер, мы получаем новую версию и все наши измененные файлы, подготовленные к отправке, они становятся обычными, неизмененными файлами, то есть коммент превращает файлы, подготовленные к комменту, к отправке на сервер, так сказать, к отправке в наш репозиторий, превращает опять неизмененные. И когда мы приходим в следующий раз или заново начинаем работу, мы видим список, неизменных файлов и до этого что-то меняем. Вот собственно так, вот эти три правые, значит, состояния, три правых значка, так сказать, означает обычную работу. Untracked это если мы удаляем из рассмотрения файл или просто удаляем или добавляем какой-то файл, который раньше не учитывали. Таким образом последовательность идет, у нас есть репозиторий, из него идет рабочая версия, рабочий каталог working. После этого, что, что нужно, мы изменили, добавляем файлы в очередную версию и, значит, делаем коммент и опять в репозитории у нас новая версия проекта. Взаимосвязь коммент, так называемые снэпшоты, снэпшот, снимки изменений, отображена на диаграмме. Каждый раз, когда мы делаем снэпшот, снимок изменений, у него есть, во-первых, свой хэш, это очень важно. Второе, у него есть родительский коммент, то есть предыдущая версия проекта. Если первая версия проекта, снимок, у него предыдущий считается ниль или нулевой, так сказать, несуществующий предок, родитель, так сказать, родительский коммент. Обязательно указывается автор коммента, если много программистов, работают над тем же проектов, авторов, значит, много. И, значит, обязательно считается частью месседж, это о чем идет, соответственно, коммент, с чем связаны изменения проекта. Первая версия обычно называется initial comment, первоначальный comment. Вот, потом мы добавляем какие-то свойства к проекту, к системе. FixBug, это когда мы фиксируем какой-нибудь баг, недостаток и каждый раз, когда мы изменяем, мы комментируем эти изменения определенным образом. Во всех системах, связанных с системой git, значит, в которых используется система git, система контроля версии, системах разработки, обязательно наличие сообщений. Следующее понятие это head, фактически это файлик, он указывает на голову змеи. Вы видите, что фактически наши комметы, которые идут последовательно от версии к версии, в любом случае имеют голову, то есть по самую последнюю версию проекта, с которой мы работаем. Если мы хотим откатиться к предыдущей версии, голова, head идет к предыдущей версии. Кроме того, git подразумевает несколько веток проекта. Вы видите основную ветку наверху и новую ветку проектов внизу. Если мы ее задействуем, голова, так сказать, змеи head будет на последнем коменте этой змей.